Всем привет, это Трансфер ЦСКА, и сегодня мы бы хотели поговорить о переходе Языджи, а точнее о его представлении в ЦСКА. Я думаю, нету смысла говорить об этом много и тем более показывать видео, где его представляли. Если кратко, то на скрине показана переписка, где от лица клуба были переговоры с Языджи. ЦСКА пытались всеми способами позвать Языджи в клуб, но ничего не нашлось, как представится, что это Россия, и в России много Наташ. Естественно, было много негодований, это разлетелось по всему миру, и это написали все возможные СМИ, даже которых не существует. Хотелось бы в этом видео показать все реакции, которые были за рубежом. Мы возьмем известные издания по всем странам. Начнем, пожалуй, с Португалии. Известные издания Эбола пишут. Усиление с помощью... проституток? Ну а как по-другому, видимо, в ЦСКА кто создавал этот ролик так и думают. Бразильское издание Оджога пишет. ЦСКА извинился после спорного видео, в котором мотивировал новичка команды проститутками. Яблоко от яблони далеко не укатится. Поэтому тут такое же мнение, как в Португалии. А вот в Турции источник пишет, что это самое скандальное видео от ЦСКА, и такого они точно не ожидали увидеть в профессиональной команде. Также еще одно издание из Турции пишет. Скандальное видео в честь трансфера изъезжая ЦСКА. В Турции были все в шоке. А вот издание из Швеции сообщает. ЦСКА заманил игрока проститутками. И тут же немецкая редакция Гол. Вы, наверное, тоже подумаете, что тут про проституток, но нет. Они пишут, что этот клип вызвал поток ненависти. Французская редакция на Антимин говорит, что это шокирующий анонс трансфера. И такого они не могли ожидать. Вывод такой, что мы хейпанули на весь мир, но, конечно, не в хорошем ключе. Я увидел один твиттер, и там было написано. Твой клуб играет в Еврокубках, чтобы стать известным во всем мире. Мой клуб не играет в Еврокубках, известен во всем мире. Мы не одинаковы. Естественно, это была речь про ЦСКА. И надеюсь, мы будем известны во всем мире не только таким способом, но и в Еврокубках. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Хотел бы еще вам сказать, что у нас стартовал конкурс на игровую футболку ЦСКА. Конкурс есть в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте. Итоги будут 26 февраля. Субтитры сделал DimaTorzok